Девушки отдыхают По-разному интересно проводили наше детство. Летом в основном играли в футбол и ловили рыбу в реках, впадающих в озеро Гойча. Зимой катались на санках. Зима в Гойчи была очень суровая. У нас было интересное детство. В то же время мы помогали родителям по хозяйству. В то время деревня Ганлы считалась одной из немногих в Советском Союзе, где не было ни колхоза, ни совхоза. История села связана с депортацией азербайджанцев, наших соотечественников, проживавших там. В 1948-1953 годах, когда азербайджанцы были изгнаны из Гойчи, село Ганлы, пастбище, выгоны и сельскохозяйственные угодья были распределены между соседними селами. Вот почему после возвращения населения в селение было ни колхоза, ни совхоза. Мой отец, Набиев Ногрус Абдуля-Лёглу, в 1967-68 годах получил образование по специальности радиотелетехника на армянском языке. Он установил первые антенны в большинстве сел Басар-Кечаря, в том числе и в нашем селе. Одним из интересных событий, произошедших в 1966 году, было то, что Невчи занял третье место в чемпионате СССР. Благодаря антенне, которую отец установил в селе, можно было ловить азербайджанские телеканалы, и люди собирались не только из нашего села, но и из соседних, чтобы посмотреть Игоря Невчи и вместе испытать эту радость. В селе, в нескольких местах, находились албанские кладбища. Например, за домом учителя Галима, недалеко от реки, тоже было одно такое кладбище. В детстве, я помню, кресты, находящиеся там, сильно отличались от армянских. Хотя мы не знали исторических фактов, но некоторые представители старшего поколения знали. Это были совершенно другие кресты, что говорило о том, что эта территория была связана с албанской культурой. В военном билете моего отца село указано как Ганлы. Даже в другом свидетельстве, полученном моим отцом, название села также упоминалось как Ганлы. Позже, в моем свидетельстве о рождении, село было указано как Гамышлы. В удостоверении другого члена нашей семьи, Набиевой Рамиде, село указано как Торфаван. Так, если в 1969 году название Басар-Кечеля было изменено на Вардемис, то название нашего села менялось три раза на Ганлы, Гамышлы и Торфаван. Название Торфаван связано с тем, что там добывали торф. Село состояло в основном из кварталов Юхары-Мехэлле, Ашага-Мехэлле и Чухур-Мехэлле. Особенно я помню место под названием Оджаг в квартале Чухур. Я до сих пор помню глыбу камня, на котором было пятно крови, еще след кнута и отпечаток детской ноги. Там также была детская могила. Еще одна интересная традиция в Ганлы была связана с праздником Новрус-Байрам. Все шли к этому оджагу, брали воду из реки, протекающей рядом с ним, и обливали ею друг друга. В день праздника Новрус все четыре стены дома также обливали водой. Население села состояло из разных кланов. Одним из них был клан Мой-Ля-Ля. Сестра Ашуга-Аляскера Хуру была невесткой у Мой-Ля-Ля. Это еще один факт. Знаменитое стихотворение Ашуга-Аляскера Биря написано в селе Ганлы. Он часто приезжал туда, чтобы навестить сестру, и гостил там. В 1982 году я пошел в первый класс средней школы села Ганлы. Она была восьмилетней. Хотя здание школы было старым, однако преподававшие там учителя были специалистами своего дела, и обучение велось на хорошем уровне. У этого дневника очень интересная история. Он имеет 35-летнюю историю, включающую в себя оценки, связанные с тремя школами. Сначала в нем отмечены данные средней школы села Ганлы с сентября по декабрь. Затем с декабря по март школы в селе Джалут, русского района, где мы поселились после нашего изгнания. А затем с марта 1989 года школа номер 266 на Семенского района города Баку. Еще сохранились мои похвальные листы. Один похвальный лист выдали в четвертом классе, 1 июня 1986 года. Второй в шестом классе, 29 августа 1988 года. На задней стороне листа написано на армянском. В средней школе в неделю два раза проводился урок армянского языка. Если бы у меня была возможность вернуться в свое село, я бы пошел прямо в школу, в которой учился. Поклонился бы ей. Потому что, несмотря на архитектуру и старое здание школы, мы получили там хорошее образование. Наши учителя очень трудились для этого. Потом, если было бы возможно, я бы совершил воображаемую поездку в райцентр. Прошел по переулкам, по которым гулял с отцом. Снова зашел бы в книжный магазин и кондитерскую. Я не знаю, сохранились ли эти места или нет. Басар Кичар – это наша исконная земля, где жили наши предки. Я бы пошел к Оджагу и вспомнил бы наши традиции. Мы играли в футбол в шестом-седьмом классе. А команды были созданы еще когда мы учились во втором и третьем классах. И играли с ребятами старшего класса. Если бы была возможность еще раз, мы бы восстановили команду вместе с ребятами тогдашнего седьмого-восьмого класса нашего села и повторили бы эту игру. Конкретная дата моего изгнания вместе с семьей из села Ган-Лэй Геучинского Махала – 3 декабря 1988 года. Но до этого мы находились в осаде. Иными словами, процессы начались в феврале 1988 года. Летом были прекращены поставки продуктов питания из района в село. Осенью 1988 года село было полностью блокировано. Несмотря на то, что оно имело географически выгодное местоположение, но при таких условиях это было не совсем удобно. Потому что оно находилось на правой стороне дороги Басар Кичар и Реван. Отсюда в этот период непрерывно проходили вооруженные группы и армянские националисты. В конце ноября произошли нападения на село. Подожженные там дома до сих пор стоят перед моими глазами. Представители старшего поколения нашего и соседних сел собирались вместе, чтобы предотвратить нападение, и им несколько раз удавалось это сделать. Мои дяди, Мевлаев Рахим, Мевлаев Ибрагим и другие жители села смогли как-то обеспечить самооборону той части села, где они жили. Мы покинули село 3 декабря 1988 года. Вся семья в составе шести человек приехала на маленьком грузовике. Был холодный декабрьский день. Первым местом, куда мы приехали и поселились, было село Саратовка Кедовикского района. Мы остановились на несколько дней в доме незнакомой нам семьи в Саратовке. Затем мы поехали в Огусский район. Став беженцами из Армении, мы несколько раз переезжали в пределах самого Азербайджана. Сначала в Гедабекске, а оттуда в Огусский район. Прожив несколько месяцев в Огусе в марте 1989 года, мы переехали и обосновались в Баку. Позже мы с братом поехали в Германию, чтобы получить образование, и учились там. Когда мы покидали село Ганлы в декабре, одной из тяжелых сцен было освобождение домашних животных, которых нельзя было держать на привязи. Их ждали голод и жажда. Эта фотография была сделана летом 1988 года. Это собака моего деда. В детстве мы играли с ней. В селе Ганлы, а также в соседних селах, нам пришлось выпустить домашних животных на волю и оставить их на призвол судьбы. Это был один из очень болезненных моментов. Когда люди вынужденно покидают свои дома, конечно, сначала забирают свои ценные вещи. Это инстинктивно и естественно. А я забрал свой черный портфель с несколькими учебниками. И в том числе взял несколько книг из семейной библиотеки. Одной из них является роман «Манифест молодого человека» Мирджалала Пашаева. Эту книгу я взял с собой. Я прочитал ее во время летних каникул того же года. И был очень впечатлен событиями, описанными в этой книге. Еще одна книга, которую я забрал с собой, это «Избранные произведения» Физули. Ее мне подарили на один из праздников в 1986 году. Интересная история заключается в том, что эти книги прожили жизнь беженца вместе со мной. Мы приехали в Гетабекский район, оттуда в Огусский, а затем поселились в городе Баку. Потом я поехал учиться в Германию, защитил диссертацию в Свободном университете Берлина. В университете я встретил Михаэля Рейнхарда Гесса, турколога и востоковеда. Михаэль Рейнхард Гесс защитил докторскую диссертацию по творчеству на семи. В 2022-2023 годах известный немецкий турколог и востоковед Михаэль Рейнхард Гесс перевел на немецкий язык научную работу Мирджалала Пашаева о Физули в 1940 году. Мы знаем Мирджалала Пашаева как писателя. В то же время он известный ученый и литературовед. Сегодня я хочу подарить Дому писателя книгу Мирджалала Пашаева «Манифест молодого человека» и избранные произведения Физули. Эти книги, которые я взял с собой в снежный и ветреный день 3 декабря 1988 года и которые подвергались невзгодам, я считаю уместным подарить именно Дому писателя. Мне было 13 лет, когда нас изгнали из Геучинского махала. Трагедии происходили и в соседних селах. Позднее родители нам об этом рассказывали. Эта трагедия, это изгнание постоянно преследовали меня в жизни. Это повлияло на мой образ жизни. Пока я работал в посольстве, пока занимался исследованиями в Германии, нам удалось издать несколько книг вместе с немецкими учеными. Например, совместно с известными учеными Рюдигером Кипке, Йоханнесом Рао и Михаэлем Рейнхардом Гессом было написано около 15 книг о территориальных претензиях и агрессии Армении против Азербайджана. Например, Джудигер Кипке в своей книге «Этническое насилие против азербайджанцев» пишет, что в конце 19 века 70% населения Иреванской губернии составляли азербайджанцы-мусульмане. В ходе мартовской резни 1918 года было уничтожено 200 мусульманских сел. До 100 тысяч человек подверглись преследованиям по всему Иревану. 150 тысяч человек были вынуждены покинуть земли своих претензий. А в Зангезуре он пишет, что 50 тысяч человек были изданы из Зангезурского махала. 115 мусульманских сел были разрушены и стерты с лица земли. Это отражено в книгах и работах, написанных немецкими авторами. В этих книгах содержатся интересные факты и о других массовых убийствах. Например, профессор Йоханн Зрау прекрасно владеет русским языком. Благодаря знанию этого языка он привел факты из русскоязычных источников и показал наши трагедии с помощью научных доказательств. В то же время он привел основанные на русских источниках факты о переселении армян в Иреван, Зангезурский махал и Нахчеван. На немецком языке он передал информацию об изменениях в демографии, основанную на научных источниках. Затем мы перевели некоторые из этих книг на английский язык и разместили их в немецких и европейских библиотеках. За последние столетия наш народ четыре раза изгоняли, подвергали депортации из западного Азербайджана. Каждый раз после изгнания наш народ возвращался и возрождал эти земли. После Второй мировой войны немцы были массово изгнаны из Восточной Европы. У немцев есть выражение «Хайматфетрибен, хайматрект». Хайматфетрибен означает «беженец родины», «изгнание с родины». Хайматрект означает «право на возвращение на родину». Мы воспользуемся этим правом, поскольку мы изгнаны с нашей родины. Для этого нужно время. Эта вера очень сильна в нашем народе. Ведь это земли наших предков. Посмотрите, сколько тысячелетий и веков насчитывает ее история. Переселение армян на эти территории было признано и в научных источниках, в историографии советского периода. Для этого возвращения, для осуществления этой надежды нужно время. Есть большая уверенность в том, что наша семья вернется в Гэйчу, в наше родное село Ганлы. Это основано на нашей истории. Ведь за один век нас изгоняли четыре раза. Наших отцов, прадедов и нас самих. Но мы снова возвращались. История показывает, что мы должны прожить эту судьбу снова. Это, несомненно, произойдет. В то же время, это касается и нашей личной жизни. Потому что у нас есть еще непрожитая история жизни. Мы должны вернуться туда, чтобы прожить эту историю с нашими людьми. Продолжение следует...